всем большой привет у нас такое как здание и может сколько восемь наверно квартиру так вот в нашем здании как кандал у нас ужасная погода сегодня представляете после флориды короче отменили школу отменили все бизнеса и сидят все дома потому что очень скользко небезопасно на дорогах у меня света ресторан не открывал сегодня наташа тоже на работу не пои только оля у нас работает но она работает потому что в госпитале их не отменяет как бы им надо по любому потихонечку на ехать так что я вам покажу сейчас как скользко оля ехала с ночной смены говорит очень много машин на дорогах прям съезжают из-за того что скользко а зато представляете мой завтра уезжает как мы со света путешествовали это во флориду но у нас конечно был как отдых они с братом едут им надо будет позаботиться о матери а свекрови моей ее надо срочно к врачу она не как сейчас не живет одна из сессор джефа но на ее вообще не воспринимает как бы не слушает и поэтому джеф с братом нет они как будто ну мы еще знаю как немножко плавник подойти как уговорить немножко он ну во первых психолог он знает как с людьми говорить и возможно не получится уговорить мать пойти к врачу пройти все анализы проверить капитально потому что не уже начались такие вот так как возрастные проблемы где даже уже небезопасно машину водить понимаете она она как бы это не осознает и это джаф немножко переживает потому что джафта знает что они едут чтобы мать может даже придется как-то обмануть но затащить к врачу каким-то обманом тошно даже хоть несу не хочет слышать про то что ей нужен врачу и вот они с братом договорились она то ждет она радуется на горке я не могу дождаться вы приедете мы будем и это делать это понимаете и мой прям вот со слезами горьми так это спать не может даже не так это жалко маму она думать что мы едем хорошо время провести мать но как бы настает время когда дети должны не только развлекаться с родителями взять на себя заботу как-то даже обманом но заняться здоровыми родителей так что вот и уедет тоже они будут с ним с братом снимает жилье он как мы со свет и стояли о ли на квартире они снимают жилье тоже такой маленькая джафт не показывал по интернету и они это я не знаю почему они кстати матери решили не останавливаться потому что у него помещение позволяет чтобы как бы гостевую не еще 2 гостевых есть я не знаю почему это так что и они теперь время проведут вместе в два брата машина отчи сейчас от скребать ото льда пойду одеваться потеплей осторожненько надо сейчас я почищаю это джафт большая сейчас еще надо найти свободную парковку где на запасная парковка обычно люди шустрят занимают заранее чтобы потом вот так вот параллельно парковку не делать вот так вот по кругу легче вон там есть нет сейчас посмотрю если вот тут вот не будет я туда проеду сейчас сразу туда поеду прямо здесь у нас за этими сучком речка идет классно так мы часто с джафтом приходим патничок нам устраиваем так красного кос а здесь много мест сейчас припаркуем вот так вот тихоньку на так прям колеса разъезжаются вот и все оставляю мою машину несколько дней здесь ой 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 господи вот он нью-хэмшир наш ой господи сапоги аж разъезжаются ну все едем затаривать продуктами с джафриком джафрик евро и дизот я еще домой когда приеду после магазина хочу немножко снять вам объяснить про диету который я соблюдаю это даже знаете не то что прям диета диета я потому что худею под наблюдением врачей и скажу что большую роль в этом играет то что я принимаю малюсенькую малюсенькую прям в долю специальных таблет которые аппетит убивают понимаете если бы у меня не было вот это вот если я таблетку не принимала я бы себя в руки вообще не взяла я мучилась последние года три наверное никак не могла похудеть меня прям все перло и перло у меня вот сумасшедший голод был у меня представляете я не могла насытиться вот такое вот обжорство на мне прямо было на ну как бы напал на меня и вот благодаря тому что я вот сейчас это не якобы мой семейный этот терапевт направил на программу это и вот я принимаю малюсенькую таблетку прежде чем я пошла к ним они меня направили сдать все анализы полностью обследоваться чтобы уже по моим анализом судить какая таблеточка мне подойдет чтобы не дай бог у меня сердце слабо или почки больные они даже смотреть какая таблетка чтобы не навредила здоровье и принимая дозу при малюсенькую и поэтому это лекарство утверждено как минздрав как там поэтому как бы благодаря вот этим таблеткам я могу контролировать иногда я даже забываю покушать представляете а это тоже нехорошо потому что я каждый месяц приезжаю ну как бы на контрольную приезжаем контрольный завеса смотрю как у меня дела идут пока еще всегда меня врач хвалит что результат у меня хороший я естественно хотел бы видеть лучший результат но она мне говорит что когда вот я говорю что я кушала сколько и она говорит я не набираю достаточно калорий поэтому она мне говорит прям через силу но ешь например салатик делаешь заправь этим оливковым маслом потому что там калорий много чтобы как бы разбавить немножко добавить калорий суточных и ну как бы нет такого что я должна что-то подсчитывать например или ну естественно сахар не нужно нежелательно сахар муку если принимать что-то кушать из муки то грубого помола ржаную например муку потом что еще так как я мясо не ем мне нужно принимать как-то белок и поэтому врач мне прислал хороший рецепт я посмотрела на мне поделил со мной салат один я хочу кстати приготовить сейчас все куплю что для этого салата нужно я приготовлю я вам покажу девочки может кому-то тоже пригодится он во-первых как бы это какой-то назвать по-русски-то титулок титул она мне нашла этот рецепт который как бы и полезен и плюс еще хорош тем что много белка в нем я уже вам показывала один рецепт я делала на работу приносила на работе мы с девочками делали тоже он хороший тоже там много белка и вот этот вот еще новенький для меня салат будет я вам покажу я думаю будет и красочный и плюс полезный я вам сниму а то что-то еще хотел я приготовить снять вашим просьбам подзабыл уже я когда приду я вам покажу какие там еще дополнение про вот мою программу похудения хорошо смотрите дороги чистят а дороги пустые никто из дома не уходит такую погоду знаете что хорошо ходить за продуктами потому что люди особо не выходят из дома а то обычно когда идешь затариться за продуктами ой это так многолюдно так маску одеваем да пустенькая о сколько корзинок смотрите это говорит о том что народу мало ну что мои дорогие кто ищет что-то вкусное и полезное я думаю этот салат должен быть очень интересным и вкусным как бы новенький еще сейчас я вам скажу единственное что я не буду добавлять красную капусту тоже мне не нравится вкус с такой горчинкой не люблю я поэтому я решила не буду портить ну если вы любите красную капусту то нужно будет порубить немножечко салат также в салат нужно будет ой боже как она по-русски то забыла ой девочки как по-русски а мамис ой господи может быть соевые бинсы надо свежие очищенные но это единственное что я нашла они заморожены и они прям еще вот как стручках таких сейчас открою пакетик и постараюсь их разморозить и придется каждую вытаскивать ну ничего страшно у меня время есть потом у меня будет с ланчо а это кинза огурчик зеленый лучок морковка красный перчик болгарский немножко добавлю меня вот джинджер есть такой натертый ну как пюре я прям четвердиночку может у такого вот кусочек для вкусом так потом еще знаете нужно что-то остренько каком с перчик я решила добавлю свою домашнюю аджику она такая вырви глаз остренько потом нужно будет его и вы так вот по разуму и говорят киви кива кива сейчас отварил один мешочек вот такой нужно будет рисовый уксус кунжутное масло соль перчик по вкусу но все давайте сейчас все помою обработаю порублю порежу натру и покажу вам скажу сколько и чего надо будет ложить а первым делом поставлю отварить сейчас посмотрю как написано в коробке написано что 4 пакетика и она должна вариться очень быстро так сейчас посмотрим ну все нужно будет этот мешочек опустить горячую воду и варить 10 минут ну все кива у меня варится я поставил тоже эти фасольки поближе к теплому месту мы все начнем резать хочу сказать пару слов как я огурцы режу вот смотрите я убрала семена потому что мне вот но не нравится не люблю я когда салат немножко постоит и из огурца сок выходит и салат становится такой как мокрый не нравится поэтому я начала семечки убираю вот ложки прям и это и салат стоит прям хорошо докс такой обычный не водянистый такой так и у меня уже его кива 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 уже такая комнатной температуры я и специально заранее так выложил сюда и так разбросал чтобы она быстрее остыла так сейчас давайте сначала соберем а маме вот как они это маме и на маме по русски не знаешь и по английски не знаешь вот так вот так потом болгарский перец у меня красненький смотрите уже какие цвета красивые огурчик свежий кинза ложечки помогут натертый на терку морковь цвета какие-то красивые зеленые лучок я только зеленую часть срезала так теперь зайти я наверно немножко тут у меня семечки кунжутные семечки я сразу сейчас добавлю потом немножечко имбирь ой ложка широкой а потом а добавлю кунжутное масло а немножко аджики я размешаю в рисовом уксусе я думаю наверно так достаточно как бы легче раствориться аджики салате немножечко посолю пока черный перец добавлять не буду посмотрю может достаточно будет вкуса джек будет скоро готовить лосось на ужин я думаю этот салатик хорошо пойдет как раскрытки я сейчас его перемешаю хорошенечко оставлю пусть хорошенечко все пропитается и скажу вам когда будем ужинать я вам скажу что я думаю про этот салат возможно что то нужно побольше добавить что-то вообще не добавлять салат как пусть маленечко постоит и я потом попробую могу ждать до ужин я уже попробовала очень очень вкусно но зайти я добавил немножко оливкового масла для меня немножко не хватало вот что такое вот жирности поэтому я немножко маслица еще может быть столовую ложечку добавила перемешала попробую вкуснятин а еще цвет такой яркий мой я несколько дней буду этот салат теперь кушать хорош я советую девочки кто особенно кто мясо пример не кушает это самый раз там же много белков там всяких так что он так сейчас я вам расскажу насчет диеты не забыла сейчас немножечко как бы бумажки покажу смотрите тут у меня брошюрка с этого центра где худеют здесь вот еще написано как бы врачи наблюдают тебя я сказал что я буду как бы с ними работать течение года и мы так посмотрим хороший результат у меня в конце или надо продолжать это как бы можно продлить это не проблема потом также если кто-то хочет операцию сделать тоже они этим занимаются подготавливать клиента посетитель как его сказать вот смотрите вот какой пухленький был и вот потом похудел парень вот здесь всякая информация потом вот диетолог мне дала список какие продукты желательно покупать ну как я уже сказала ребята это единственное что я думаю себя не принимал таблетки я бы так и не взялась не взялась бы за себя так потом здесь что еще ну здесь еще всякие советы много всякой информации знаете целая огромная папочка надо было еще знаете записывать что кушаешь в течение дня но это слишком много работы ни к чему здесь вот тоже информация по питанию как я говорю она прям не сказал мне конкретно на какой диете просто исключить картошку ну как обычно мука нежелательно тоже осторожно быть с фруктами потому что много сахара в них так вот тут зарядку я делала потом вот еще зарядку как надо дом тоже я сказал у меня время в джим ходить просто нет тренажерный зал того же течение дня устаешь как не знаю кто плюс еще тренировки мы с mercedes тренера и так бегаешь прыгаешь так потом вот хорошо мышцы накачивать вот такими вот резинками это все можем делать дома поэтому она меня такие специально подобрала зарядки ну знаете поначалу я прям молодец была каждый день занималась все как положено а потом немножко уже сил нет может к весне побольше у меня времени будет сил не знаю зимой почему тут не до этого вот еще дополнительные зарядки по моему повторяется так вот здесь всякие меня измеряли личная такая информация пошла уже здесь которые не хочу рассказывать ну вот так вот девочки мальчики короче я что хочу сказать худея под наблюдением врачей у них там все серьезно несколько специалистов со мной занимается так что у меня такое чувство есть что я худею как бы правильно так что я еще говорю свете можете тоже обратиться ну вот к ним в этот центр вот так вот девочки так что питаюсь я я иногда показываю что я приношу на бед с собой скажу на не любит у нас чтобы я ее на руки брала я ее завернула дуська давай мой сладенький давай вот смотрите у нее какие пятнышки дуська подожди солнышко вот смотрите как бедненькая миленькая моя вот представляете это них оказывается бывает угри у кошек дуська ну что ты гандал врачиха мне не сказала что и такое мы от каких-то ее бактерий ты чего это прибалдела тут в моем шарфике не пытаешься убежать такая хорошая у нас дуська мою сейчас джефф вернется когда от брата мою заново понесем к врачу неправильно и нам диагноз поставили посмотрела в интернете называется у грил кошек давай еще разочек дуська давай покажем какие у нас угри вот у нас какие-то черные пятнышки я удивляюсь что она лежит может ей нравится быть в шарфе в моем ты моя сладкая ух моя красота да дусья в камеру смотрим say hi привет всем сладкий подмигивает моя девочка мой подросток угрястый да дусья угрястый у нас девочка подросток мой сладкий ну давайте сейчас отпущу беги мой сладенький давай давай вот так вот и и и